Три категории в зависимости от количества жителей. В каждой будет по пять победителей. Среди них разделятся 9 тысяч саженцев, декоративных, хвойных деревьев. Анапа уже ближе к началу списка, в котором более 1700 населенных пунктов, но до победы еще очень далеко. На данную секунду нам желательно набрать еще 29 тысяч голосов. Это чтобы занять первое место. Но первое место занимать не обязательно. Достаточно войти в пятерку. И уже какое-то, может быть, не тысячу, может быть, меньше саженцев дадут. Думаю, что у Анапы есть все шансы за вот эти оставшиеся несколько дней войти в число победителей и получить свои саженцы, получить свою аллею славы. Отдать свой голос можно с любого устройства, с выходом в интернет. Идеи, подобные этой, можно продвигать в социальных сетях. У территориального общественного самоуправления есть свои каналы распространения информации. В том числе и среди молодежи с активной жизненной позицией. Кроме того, здесь считают союзниками тех, кто любит отдыхать в Анапе. Мы призываем, чтобы все жители и гости курорта именно приняли участие в голосовании. И именно в нашем городе Анапа должна быть такая аллея славы. Потому что город Анапа – город воинской славы. По мнению Елены Чумаковой, в муниципалитете есть достаточно мест, где могла бы разместиться новая аллея. Например, в третьем микрорайоне. Светлана Амарина участвовала в высадке Парка Победы. Считая, что с учетом тематики, аллею можно заложить в тихом месте, где сравнительно немного машин. Каждый человек, который посадит дерево на этой аллее, он же на всю жизнь... Я, например, помню свое дерево, которое я посадила, ну, будем говорить, где-то 52 года назад. Я до сих пор помню это дерево в Парке Победы, которое я посадила. И для меня это символично. И я думаю, что для каждого человека тоже. На сегодняшний момент организаторы говорят, что справились с накруткой голосов. Некорректные данные исключили. Предполагается, что теперь результат будет зависеть только от активности жителей. Голосование продлится до воскресенья 30 апреля.